Он открыл нам, что местная власть как-то может врать. Он открыл нам о том, что за полтора месяца ни один чиновник, как в том резонансе, который создан в городе, уже местная власть не соизводилась, встретиться с людьми. Он открыл то, что даже мэр города может членам этой исполкома, депутатам, своим подчиненным, присутствующим журналистам на заседании по протоколу обещать на следующий день это провести, заседание планировочного совета, а сам знает, что его не будет, уезжает в командировку, всем помогал ручкой, сидит на передине, понимаете, своим коленом. Он открыл то, что нас можно строить с нарушением этого прямого закона. Открыл то, что, я бы даже попросил вас как депутатов, что потому что так не может быть, он показывает слабость юридической службы городского совета, очень слабость. Надо их это укреплять, надо им помогать. Потому что те проблемы, которые даже за один месяц мы увидели, они это огромные, они не могут. На ту зарплату этих планы не придут? Значит, пожалуйста, не перебивайте. Давайте, безусловно, пять минут. Значит, не перебивайте. Поэтому, сидит на лице никак нельзя. Потому что даже плановальная рада, которая дает разрешение, она носит претендательный характер. И в то же самое время, что на протоколе они не должны выдать, но как два слова. Хотя не имеют их полноважения. Есть решение Верховного суда, Конституционного суда о том, что полноважение, ну как наличие этого паспорта, ну как-то привязки, договора сервитуса не дает права предприемству, предприемству застройщику, крестоваться земельным делям. Это, особенно, право сессии в мисковой рады. Это все это игнорируется. Игнорируется такая статья закона, на которой они пишут, в самом деле, на основании статьи, ну как 28, закона не свободен, но это деятельность, это, ну разрешить, это только звонить. И в этой статье, в части, это второй, пишут, что, ну как, запрещается обустройство этого фундамента. На сегодняшний день это будет фундамент, который это ДБН четко говорит. Напишается ДБН по пожарным паспорту. Это все игнорируется и не замечается. Потом последние документы, которые вот увидели только буквально вчера, помимо этой, ну как-то пристройки, которая, ну стройки, которые это происходит, появился какой-то еще это навес, который это плотнует, это окружается. Это здание, это 5-этажный секс. Что это за навес? Откуда он взялся? Плотнует стенку, людей колотит. Эта ситуация загоняется в такое политикальное русло, что это все тяжелее, это из-под контроля она может выйти. Не замечать это делать, это просто, ну как это преступно и, ну незачем это делать. Это можно это разрешить, можно исправить. Исправить то, что предлагалось, что молодец, сделать это распоряжение, восстановить, это разобрать. Перекрывают уже дорогу, на 121-й до дороги не перекрывал, по полу. И все в критом, опять же, нет контакта с местной областью. Я прошу вас, как депутатам, еще раз. Просто выполнять закон. Есть ваше право, мы вам дивинировали, когда вас избрали, именно вас. Вы распоряжаетесь земельными делянками. Не мэр, как он говорит, что я имею право, кончисловые, ну как-то споруды. Это где хочу там выставить. Как-то может представить, что распоряжаться земельными делянками, ну как делянками, это прерогатива виской и радость. И такого решения нет. Если, ну я говорю, надо кого-то пригласить, проконсультировать юридическую искусству, то надо это делать. Я пока... Дякую Вам. Будь нас скажут, что представители государства... Конкритвиненко, директор УКДА ДТ, СПД и никто из этих структур, ни кто это не побольше. А тут так побольше она была, и застройщику это приняли. Дякую Вам. Значит, конечно, ситуация, которая возникла с начала строительства постановки и МАП, она получилась так, что когда мы начали писать письма в МЧС по поводу незаконности, а по поводу возможности оказания помощи на случай несчастных случаев, МЧС нам дала ответ, что они замечания свои подали по проекту после предварительного согласования, но их замечания не были учтены. Я лично пошел в МЧС, они сказали, если это строение будет стоять так, как оно расписано в проекте, мы заехать туда не сможем. А стоя на одной улице Мелитопольской, стрела у них не достанет до седьмого этажа, потому что далеко, получается, он сдан. Поэтому тут еще возникнет очень серьезный вопрос по поводу безопасности. Мы же никто не знаем, когда это может случиться, а если случится, потом кто будет отвечать. Поэтому этот вопрос надо учесть, это один из самых главных вопросов безопасности жильцов. Ну и, конечно, если соблюдать все нормативы, тогда, если это закон о строительстве, значит, должны быть документы, которым интересно, что это все законно. Если нет, значит, надо принять мер для исправления и найти какой-то компромиссный вариант между властью, людьми и заказчиком. Вот и все, мое такое мнение. Значит, я подписал согласование проекта. Потом мне сказали, что еще будет окончательный документ подписан, когда будут все согласованы подписаны. Я сказал, что я после того, как в направлении нам начали разбирать этот вопрос, я сказал, что я больше никакого документа подписывать не буду, пока не будет все согласований у всех. Вот и все. С видом Наглядовой Ради, Наглядовой Ради, Наглановой Ради не есть начальник юридического отдела Каховского МИСКОЮ Ради. Это, по-перше. По-друге, какие документы без звольного характера вы имеете на увазе, подчасти его видоспателить? А я неiked на ответ. Сейчас я неוגт о том, где-то, какая-то... Может, я вас не буду перебирать, я с вами не поговорю. Так ну что. Ведите себя следую. С смотрите. Наказ Минрегиону говорит о порядке выдачи тимчасовых паспортей. Это у нас прерогатива в отделе местобудования и архитектуры. На данный момент нам исследуются вопросы о земельных отношениях. Я хочу сказать пану причине, что до некомпетентности юридического отдела вы поспешили. Потому что, согласно с статьей 26 Закону Украины про мисцевое самоупределение, самым решением сессии принимаются все вопросы, что касается земельных отношений на территории данной Рады. Земельные вопросы на данный момент только решаются. Голова земельной комиссии, Ванчарова Тетяна Сергеевна, была присутствующая, когда мы первый раз в вересне месяце рассматрали вопросы, на сегодняшний день договора сервитута нет, но он не требует, согласно законодательству, в период выдачи паспортопривязанности. И что нарушение законодательства забудовников, мы создадим комиссию для того, чтобы их установить, но мы не можем. Скажите, а че есть аспорт привязки той, который уже есть на руках на строительстве, основанием для начала строительства? Так. То есть он не имеет никакого отношения к земельной дылянке, где он уже строит? Нет, нет. Забудований, в соответствии с статьей 25 Закону Украины, в Кодексе Украины, имеет право требовать от нас, наданяем право сервитуты для размещения данной тримчасовой споруды. А кто ему дал добро использовать земельные земли, коммунальные города для застройки, если у него нет такого права? В смысле нет такого права? А какое у него право? Забовязали ему надавнее. А какого это? Сейчас будет вырешивать. А в каком? Забовязали надавнее земельной дылянки. Паспорт привязки. А что мы забовязали, не выдали, паспорт привязки. И он спорудживает техчасовую споруду. Чего? А потом звертается заявою, наданяем право. Я так же стесняюсь спросить, а в паспорте привязки, который выдан, в этом земельный участок или нет? Вказана важная земельная дылянка. Важная земельная дылянка. Место раскишивания техчасовой споруды. Уважаемый юринец, вы можете спорить сколько угодно. Вы можете спорить с каждым из них здесь сидящим. Но вы, наверное, не будете спорить с решением Верховного Суда и с коллеги и судей, которые, наверное, по квалификации выше вас. И которые вынесли решение, что нет отношений к земельному участку. Нет разрешительных документов на пользование землей. Нет у вас никакого права использовать эти земельные участки для каких-либо цен. Хорошо, я не буду спорить с квалификацией судей Верховного Суда Украины, но я буду спорить с юридической квалификацией с вами. Потому что у нас нет президентного права и решения Верховного Суда в действиях с Конституцией Рады. И есть практика судебная, которая говорит о том, что именно так рассматриваются эти законодательные факты. Все, мы этим пользоваться не будем решением Верховного Суда. Если, например, правы, граждане Мелитопольской суде 94 обращаются в порядке и без оправданности этих институтов. И почему было давать такие планы? Мы там и стволюем, и будут на статье... Мы стволюем наши жители, и стволюем, что... Это особенно думка не только моя, это особенно думка всех жителей. Вы особенно обратились к этапе всего вопроса, вы как-то бы задали, если вы считаете. Что вы сделали для этого, чтобы прекратить, как вы... Если вы уважаете, что вы в законах, вы как депутат можете право сдвинуться, а то дали. Вы этого не задали. И обвиняете и других, что они ничего не обновляют. Вы задали за вас, и что вам в лице зробили? Вот в чём. Эти вопросы у всех всегда. Дурак строит проблемы, там, как мы... Все люди недовольны. Так что, не развиваться так? Вы как руководитель, вы в ситуации. А ты выстроился? Что вы лично сделали для того, чтобы... Дурак строится? Выходили кофе. Все выходят, а смотрят, что вы... А где вы устроили, и тоже кофе будет. И вы там работаете. Андрей Андреевич, комиссия строится, комиссия, кофе будет. Все хотят, все разбираться. Я еще осторожнее говорю. Что вы конкретно... Не сенси, если вы скажете, что мы маленький, средний бизнес не развивали. Еще три года вы сказали, что вы все предприятия вбиваете. Особисто я. Сейчас вы, веганите, помогу этому предприятию даже працювали. Это единственный предприятий, автопедалистник в нашем городе. Никто не считал бизнес. Нет, но это ты считаешь, что они наручили. Да, я не знаю, что они наручили. Да, я не знаю. Да, если вы появились в магазине «Боянс», что вы выбрали какие-то маленькие среди. У нас там планы, потому что там в магазине стоят по плану. А який был план, на який вы ставите, там стоять в магазине. Спасибо. Мы все это в Астрон-Поляске надали. Протокол комиссии, планувальности. Мы надали решение, между прочим, решение сессии. Когда мы принимали рассмотрение, контракт, 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 контракт. Это в 16-м году решение сессии по умовлению комиссии СССР, как Андрей Андреевич говорит. Почему мы в какой-то период не давали эти разрешения? Потому что, да, архитектура против вот этих всех, вот этого Шонхая. Это красивый экспонент. Официального, ни единого документа, ни со стороны соглашения, ни с другого другого юридического или физического лица для вынесения на рассмотрение сессии нет. Так же, как и с пунктами, со стороны архитектуры. А с пунктами архитектура Николаевича Николаевича Николаевича? Я не говорю, что надо она или не надо. Это просто у нас нет документов для того, чтобы выносить на рассмотрение сессии. Сейчас это вопрос. Николаевич, я так понял, что если принимается решение сессии в 16-м году о выделении, то это никакого аргумента для вас не существует. Вам еще надо какое-то письменное обращение. Это надо, конечно? Надо, конечно. Откуда мы знаем? Необходимо этот вопрос включать, там, скажем так, ну, если рассматривается вопрос о включении в перлик земельных делянок на крутя права аренды. Если этот вопрос рассматривается, если это заключение договора сервитута, это другой совершенно вопрос. Ну, то есть вы в данном вопросе не принимали участие вообще? Продолжение следует... Вы ответите, вы выносите, я понимаю, вашу право. Почему моё право, что дело не выделено? Продолжение следует... 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 Почему он не был включен самому початку, почему я не могу его с голосом носить? Это было задание еще неделю назад. У меня вопрос, на какой основе вы инвелювали моё право на вынесение проекта решений на сессию? Статья 26, пункт 1, подросток 15. Я прошу это на право, вы мне подготавливаете витку, витку, витку. Да, не витку, витку. Субтитры сделал DimaTorzok